В Пантоне юридических лиц трудно отыскать компанию, которая отождествляется с прогрессом человечества в той же мере, что и RSI. Независимо от того, летаете ли вы в космосе или гуляете по своей типичной улице, вклад компании RSI в наше общество виден повсеместно, но лишь немногие знакомы с происхождением этого института инноваций. Многие корпорации начинаются с мечты одного продукта, но мечтой предпринимателя Криса Робертса было желание создать культуру, которая лелеяла бы творчество и инновации. Лишь такая культура способна со временем меняться, но продолжать смотреть в будущее. Его целью было создать компанию, которая способна оставаться стойкой и необходимой всем, независимо от ее возраста, через неделю своего существования или через тысячу лет. Большая ирония заключалась в том, что хотя компания стала синонимом широкого круга кораблей и террафарминга, слово Space в названии компании отражало лишь желательное направление развития человечества, а не фактическую направленность компании. Первым продуктом компании RSI в 2043 году вообще был сверхэффективный конвертер батарей для бытовых наземных транспортных средств. Молодой и инициативный изобретатель по имени Крис Робертс, официально ставший основателем компании Robert Space Industries в 2038 году, заложил основные принципы философии компании задолго до того, как начал работать над своим первым совершением. Учись в прошлом, достигай будущего, питай инновации, развивай талант и всегда соответствуй. Земля 21-го столетия весьма отличалась от нынешней, которую мы все знаем. Пусть человечество открыло для себя космос, полеты туда были редким событием и были настолько затратными, что их могли позволить себе лишь немногие правящие круги той эпохи. Правда в том, что Земля столкнулась с критическим перенаселением. Люди столкнулись с нехваткой продовольствия, воды и энергетических ресурсов, из-за чего по всей планете разразились многочисленные войны. Робертс искал новаторов в многочисленных дисциплинах, которых приглашал свою команду ради того, чтобы найти решения насущих проблем. Некоторые из них первоначальных продуктов RSA являлись то компактными водоочистительными системами, то эффективными генераторами электроэнергии. Компания слегка углублялась даже в разведение сверчков. Несмотря на то, что компания добилась скромных успехов в своих начинаниях, Робертс не остановился на достигнутом и продолжил поиск более значимых инноваций. В 2061 году, изучая недавнюю подборку докторских диссертаций с престижной кузницей инженеров, он наткнулся на работу доктора Скотта Чилдерса, чей тезис заключался в удивительной работе в области более доступных двигательных систем для космических аппаратов. Перспектива сделать космические полеты более доступными вновь пробудила мечту всей его жизни. Робертс вскоре встретился со свежеиспеченным выпускником, и они вместе создали команду, которая сможет помочь воплотить эту мечту в реальность. Этот процесс, конечно же, не обошли стороной неудачи, но в 2075 году Робертс Спейс Индестриз представила свой прототип квантового двигателя. Внезапно космические путешествия больше не казались такими уже фантастическими. Производные этой технологии быстро признали по всему миру. Благодаря тому, что пилотируемые суда смогли отправляться дальше в глубь Солнечной системы, полеты первооткрывателя оказались вполне осуществимы. Различные страны, которые до этого момента не могли себе позволить космические путешествия, внезапно получили возможность самостоятельно организовать свои собственные миссии. Робертс знал, что хотя космос стал более доступным и это гигантский прыжок для нашего вида, сама по себе эта возможность не решила проблему перенаселения Земли, которая быстро набирала критическую массу. Он объединил вместе различные дочерние предприятия РСА для того, чтобы создать их самую амбициозную технологию – преобразование планет. Эта научная головоломка стала одержимостью Робертса до самой его смерти в 2108 году. Несмотря на то, что при жизни Робертса преобразование планет оставалось неуловимой загадкой, новый генеральный директор продолжил практиковать его корпоративную философию по поиску новаторов. На эти поиски были брошены два поколения членов команды и понадобилось почти 40 лет. В конце концов, 21 апреля 2113 года РСА представила миру технологический прорыв, который заложил основу для преобразования миров. Правительство мира корпорации и ученые умы благодаря наличию потенциального решения объединили, свои усилия создали глобальный коллектив, который сосредоточился на преобразовании Марса. В конце пути забрежил свет надежды в решении проблемы с перенаселением. На этот проект понадобились десятилетия. На своем пути первооткрыватели столкнулись с невосполнимой потерей, когда катастрофа, известная как марсианская трагедия, унесла жизни около 5000 первых колонистов. Во время ледникового периода для проекта политика председателя по диверсификации рисков принесла еще одно впечатляющее достижение. Отвечая на вызовы, стоящие перед подразделениями терраформинга по транспортировке ресурсов на Марс, дочернее предприятие Astro Development Team создало ZEVS, первый коммерческий космический корабль. Благодаря тому, что Robert Space Industries сейчас находится на передовой космического кораблестроения и технология преобразования планет, компания тесно связала себя с развитием человечества. По мере того, как десятилетия превращались в столетия, технология преобразования планет продолжала совершенствоваться, а компания RSA делала свои корабли все лучше. Казалось, будто компания могла двигаться только вперед, однако угроза оказалась не какой-то там формой войны с инопланетянами или трудностью сохранения положения на рынке. Угроза представляла форме человеческой сути. Для многих восхождение Ивара Мессера на пост первого гражданина было благоприятным изменением. В те времена объединенные планеты Земли, многие знали, что такое бесконечные бюрократические дебаты, которые делали правительство абсолютно неспособным двигаться в каком-либо направлении. Поэтому никто не воспринимал однонаправленную идеологию чем-то особенно зловещим. К сожалению, Ивар укреплял свою власть годами, устранял любого, кто бросал ему вызов, что мешало многим людям разобраться в том, что происходило на самом деле. Когда его сын получил титул императора, Вторая Таваринская война стала отличным аргументом в пользу того, зачем народу нужна решительная власть. По мере того, как Мессер становились все могущественнее, РСА потеряла свои военные контракты, уступив их Иджис Дайнемикс, производителю вооружения, которому благоволил сам Ивар Мессер. Несколько подразделений РСА продолжали тесно сотрудничать с научным бюро, комитетами по надзору за террафармингом, но в целом компания превратилась в коммерческую корпорацию гражданского направления. Нельзя сказать, что РСА была застрахована от гнева Мессеров. В 2757 году шокирующая смерть Энтони Танака потрясла империю. Несмотря на то, что это событие никогда не упоминалось в каких-либо новостях, кадры отказа 12-летнего мальчика от работы, его последующей казни на территории завода проложили свой путь под подпольным каналом активистов. Генеральный директор РСА Авель Гедима был одним из немногих известных общественных деятелей, который не только признал факт этой печальной смерти, но и приказал провести полную проверку всех объектов РСА ради того, чтобы убедиться, что на них соблюдаются все стандарты по безопасности и охране здоровья. Несколькими месяцами позже Улис Мессер X распространил новость через Ньюзоркс о неопровержимых доказательствах корпоративных преступлений, который утверждал, что Гедима присвоил финансы империи для личного использования. Рассмотрение дела в судах продолжалось многие годы, а непрекращающийся поток доказательств вынудил Гедиму уйти в отставку. При пробуждении революции, которая свергла Мессеров, империя находилась в свободном падении. На обеспеченный император Той, а также восстановленные первые адвокаты и первый секретарь были заняты тем, что пытались выявить и устранить всех неблагонадежных членов правительства, а различные планеты, казалось, грызлись друг с другом. Поначалу первым оружием против оппонентов служило обвинение в лояльности к Мессеру. Некоторые из этих обвинений были справедливым, но недобросовестные люди использовали эти обвинения для того, чтобы избавиться от долгов или ради полного устранения своих врагов. В то время и Jazz Dynamics, которая ощущала на себе ярость общества и приравнивалась к символу тирании, была не единственной компанией, страдающей от организованной охоты на ведьм. РСА как компания явно не процветала во время правления Мессеров, но она сохранила свой статус выдающейся организации. Несколько историков в той эпохе утверждали, что хотя компания явно не поддерживала политику Мессрам, но на протяжении длительного времени эта организация не воспользовалась своим значительным влиянием, чтобы осудить эту политику. В ответ на данное утверждение, РСА утвердила фонд будущего специального подразделения компании, посвященное благотворительному финансированию и грантам, и объявила, что впервые с момента основания компании она собирается добавить к изначальным постулатам философии председателя Робертса новое напутствие – отстаивать добро. Компания Robert Space Industries продолжает оставаться неиссякаемой силой инновации на обширном корпоративном поприще. Это угадывается во всех продуктах компании, от гражданских кораблей, таких как «Аврора», до самых новейших боевых судов, таких как авианосец «Бенгал». Тем временем фонд будущего ежегодно предоставляет миллионы кредитов на помощь в развитии образования, финансирует новое исследование и даже обеспечивает жильем. Если придерживаться основных концепций, очерченных проницательным предпринимателем почти тысячу лет назад, становится ясно, что РСА будет стержнем человечества еще очень долго. Если это видео было полезным, обязательно подпишись на канал и поставь палец вверх. Не забывай о розыгрыше стартового пакета, который состоится 20 июня. Ссылка на видео с правилами в описании. Береги себя и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова